давайте посмотрим это какой-то вообще мега наикрутейший канал а где он раньше был так youtube всем здравствуйте всем привет короче нашли канал очень какой-то крутой юрий за профессионал он озвучивает очень круто знаете как фоменко раньше озвучивал японские разные шоу бро я на тебя подпишусь обязательно если ты не против смотрим мы твой канал с ребятами вы это там в комментариях у там чё-нибудь напиши там это две двоечки 1 8 поставь там какую тету а мы пока посмотрим место не против уж больно интересно шушу тут у тебя такое так гонка с 1 карьера в гору 500 мотоциклистов понимаешь мотоциклистов я тоже я такой здравствуйте мои дорогие зрители одна из самых тяжелейших мото гонок в мире 500 гонщиков попытаться выбраться из крутейшего карьера их выпускают по 50 человек каждые несколько минут вся трасс 50 участников в одной волне 23 километра карьер куда не я не пойму карьеру роют занимает 23 километра сначала все гонщики опускаются на дно кто-то за наградами кто-то под тяжестью бытия и начинается путь наверх первые участники едут неплохо у одного выскальзывает байк придется вести его руками на это не просто одну так а было тяжело тащить на себе да кстати бы побывший не надо но эти зато сидят не на шее поудобнее и подешевле у у нас тут сегодня настоящее общение до этого додумывается без разгона это не помогает инстинкт самосохранения просто выключился вы кстати заметили какие они роют норы ты представляешь когда последняя волна поедет тут же просто забей вообще можно даже не забираться пытаться взять разгон а если не поможет разгон на третьей попытке идет ульта самогон что движет эти людьми что вами движут чуваки вы вообще просто что это такое один кайф от озвучки вообще пока на экране происходит слушайте поставьте лайк комментарию ребят ссылку на этот канал и на этот ролик оставлю также внизу в описании обязательно залетите напишите от нас привет огромный фиолетовый по центру все пытается но не хочет спускаться вниз там чел уже смотри он копает уже епта ты посмотри он уже на руси вырыл там уже типы уехали 25 раз назад вернулись это все роет вторую у каждого гонщика на своей мясной тяги поднимаются на него падают сверху чудом держится там песка очень много может недалеко здесь санаторий для пожилых уже знают что нам не интересно туда смотреть вот уже запускают вторую партию из 50 участников куда вторая волна уже поехал люди уже с обеда возвращаются молодец горит оставайся работник устроить как опасно остальные близко к нему могут и под затыльник дать сбивают троечку до страйка еще семеро не у всех внутри тем легче фиолетовый все еще в окопе это вот подъехала вторая волна вторые 50 гонщиков так значит фиолетовый смог выбраться вообще происходит на первые ребята что-то все копаются кто-то пустил слух что потерял здесь свой ароматизатор елочку пытается объехать слева слишком рискованно наверно лучше подождать с другой стороны действия скорости конча доскаку как здесь вообще проехать что происходит а сейчас же 3 уже волна пойдет рэдбол проводится раз в год бывает что из 500 гонщиков red bull договоришь так вот знаешь так вот а завтра тоже поедем с тобой до конца доезжают меньше десяти сложно прикинь смеялся следующий год такой с каменным лицом попытки иначе было бы мега стоп-дотворение байки будто притягиваются в одну точку может древности здесь был слева желтый баннер брехлядер шведская одежда переводится как синие одежда но это какой-то обман я заходил на их сайт там и другие цвета и муравьиных холмах продолжаются какие-то садом и гамора кто посередине ниже скатятся вниз безнадежно тип смотри самый хитрый через зрителей проедут металлическое ограждение смотри хорошая мотивация следующая волна уже в пути следовало бы поторопиться сейчас и губные но уже устали и ушел на базе как тяжело то там пылище больше чем у бабули в системном блоке но в целом мы видим что те кто преодолел первую гору остальные подъемы уже проходят довольно быстро кто-то сказал что главное выбраться из первого ведра с крабами третья волна там на первом подъеме и так-то как у них куда упасть нигде они есть куда и где все чисто первый филигранно проходит подъем и дальше так а хорошо идут а никто не застревает это что как это просто ни одному кажется или музыка из дума музыка из дума наваливает не как а лоха играл я смотрел из него болел лучше снова на что ли по проторенным дорожкам идеальные восхождение вообще эдакой змейкой ползут вперед шайхулу там на втором подъеме тоже пока свободно были в такой момент кончается бензин но red bull должен быть организм переработает можно будет заправлять а вот и первый заторчик становится все уже может уже сойти за но смотри с какой скоростью они просто и и вырабатывают просто мгновенно вот кто первый успел проехать тот молодец хотя резина через него проходит довольно много все истер то уже там как будто мёдом габрина тоннель в очередь становится просто просто тоннель прокопывается проглазеть для такого левого прохода только два слова находятся гэнг и какой-то бэнг до 3 волна все-таки оказалось далеко не профессионал второе восхождение тоже непростое желтый пытается подняться получать зад сирий поднимаются шатает влево-вправо синий уже синий как вообще туда залезть мой как опасно чуть и переезжать его копчик а как он без копчика чему будет сидеть табаке мне на эртбергской родео не сидит вообще так снизу еще двое 1 1 2 на вечно здесь застревают слева еще раз года хватает силе подозрочную затащить байк наверх вроде казалось бы немного осталось до вершины но нет без разгона это сделать практически невозможно наверно будет спускаться вниз на вторую попытку кстати в этом же карьере недалеко находится свалка рест мульвер вертунг у нее один отзыв на гугле что переводится как ужасная вонища синий то может быть и не пил вообще но надышавшись этими парами мотоциклисты там звереют осени хуже двое идет размножение или они голубые это голубой цвет в любом случае достижения так внимание дорогие зрители 4 волна приближается а микрон как же там все не успеете избежать блин вы прикиньте сколько здесь байков поколотили это же вообще жесть сколько здесь потом скатывается все ниже ну как мы все знаем начать движение наверх можно только лишь оттолкнувшись от самого дна кто пошел налево тот получает свое на второй горке тем временем творится вахана забраться тяжело желтый пытаться его уводят вправо кстати знаете кто еще в канаве папара папа сейчас кто в доту играет и в counter-strike вы шарите шарите молодцы все так же через мега щель с первого схождения мы не справляются хорошо здесь оба пути уже отработаны но вторая горка дается значительно тяжелее хотя в начале гонки помните все проезжали сейчас же как будто ветер изменил свое направление гонщиков негативно мусор на трассе как тяжело причем здесь до поездном году из 500 гонщиков финишировали лишь пятеро доехали девять человек жизнь каждого участника застраховано на 600 тысяч рублей здесь а если участник станет инвалидом то это три с половиной миллиона то есть это выгоднее чем помирать а если доплатить за страховку полторы тысячи рублей то это будет 85 тысяч рублей за перелом черепа но имеется ввиду своего за чужие не платят не вот тут совершенно точно нужно ждать открытие участника и ты вылетел там же камни блин чувак там живой вообще что мари за челом точно нужно ждать открытие какие-то вот попытки проехать между в узкой лощине нет пошел 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 король ну почти придется затаскивать наверх не факт что получится 85 до конца ждут мега камни в шестнадцатом году победил британец грэм джарвис он проехал всю дистанцию за два часа 18 минут из того карьера два часа по таким камням папу что вообще кто вы пацаны в общество вы кто вы вообще такие не смогли выехать примерно 40 человек ну что же 5 человек из 500 только финишируют и зрители вот озеро эрцберг вот помойка ну извите склад отходов следующая такая гонка пройдет 19 июня 22 года если что подъезжайте слышьте надо обязательно это будет посмотреть 22 июня девятнадцатого года это же просто шедевр реально шедевр эти я не приеду здоровья вам добра любви и просветали спасибо за просмотр спасибо за внимание слушай братан я конечно с тобой не знакомы говорить как ты вот так вот не умею но как ты там ну-ка подожди-ка говоришь спасибо ну как говорится юрий за профессионал спасибо тебе большое за озвучку столь ахи на кролика спасибо братан лайк подписка